Я ненавидел мусульман большую часть своей жизни, а сегодня я с гордостью называю себя одним из них. Индийский воин, который представляет вторую по значимости касту индуизма Сиддхарт, стал мусульманином в осознанном возрасте. С детства он воспитывался в индуистских традициях, выполнял обряды и молился в храме. Но в 19 лет Сиддхарт начал задаваться вопросами касательно ритуалов и их смысла. Ответы старших не показались ему убедительными и логичными, поэтому он начал искать объяснения в исламе, к которому относился скептически, а мусульман и вовсе ненавидел. В 2012 году он принял ислам и взял себе имя Шадаб. В исламе известно, если ты сделаешь шаг навстречу Аллаху, он побежит к тебе. Я начал лишь ползать, но он открыл для меня пути познания и осознания принципов ислама. Но семья не поддержала выбор юноши. Шадабу приходилось тайно совершать намаз и соблюдать пост в месяц Рамадан. Однажды, обнаружив четкий тибетейку и книгу с молитвами в его вещах, от Шадаба отреклись все его родные. Он остался без работы и стал бродягой. На выручку парню пришел друг-мусульманин, который приютил его. В исламе, будь ты уличным попрошайкой или банкиром, ты встаешь вместе со всеми в ряды молящихся на намаз. И перед исламом все равны. Не нужно быть богатым или родиться в конкретной социальной группе, чтобы быть ближе к Аллаху. В индийском обществе процветает исламофобия не только на словах, но и в действиях. А индуист, сменивший веру, становится настоящим изгоем. Мусульмане здесь живут, как люди второго сорта. Я чувствую разницу. Я видел все своими глазами. Шадаб говорит, что принятие ислама в Индии подобно смертельному греху. Ему буквально пришлось начать жизнь с нуля. Хотя и по закону в Индии существует свобода вероисповедания. Антиисламская пропаганда, нападки и травли приводят к тому, что мусульмане вынуждены скрывать свою религиозную принадлежность.